За всю историю регби это 20-я встреча России и Грузии. Победу наши одержали лишь однажды, в 1993 году. Поэтому противостояние спортсменов и называют самым принципиальным в рамках чемпионата Европы. Грузины уже завоевали путевку на Кубок мира 2019 года, который пройдет в Японии. А вот команда Александра Первухина пока на пути к успеху. Сборная России начала второй круг чемпионата Европы с двух побед над Испанией и Германией. Но дальше последовало болезненное поражение в гостях от Румынии. Пока медведи занимают третье место, опережая на 6 очков команду Испании и отставая от румын на 7 очков. Российские регбисты стали сильными соперниками, отмечают грузинские болельщики, которые сопровождают свою команду на всех матчах. У России, сборной России, есть уже побольше шансов попасть на чемпионат мира. Так что желаем вам удачи. Сегодня Сочи нас порадовал. Солнце очень ярко светит. Стадион уже сухой. Игра будет очень хорошая, надеюсь. Спасибо Сочи, спасибо вам. Накал страстей, напряжение сдавали нервы и у главного тренера, россиян. К первой минуте первого тайма грузинские львы, как регбистов называют болельщики, уже вели 10-0. Размочить счет русским медведям удалось за 7 минут до финального свистка. Итог матча 24-7 в пользу гостей. Трибуны не смолкали ни на минуту. Звание Сочи, как самого спортивного города мира, подстегивает сочинцев и заниматься спортом, и следить за успехами российских спортсменов. Самое главное, что для Сочинца сегодня большой праздник. Возможность прийти поболеть за сборную команду России, провести хорошо время. Раз развивается в городе Сочи регби, то и развивается, увеличивается количество болельщиков. И уверенность, чем дальше, тем у нас будет больше, и тем больше будем любить этот вид спорта. Следующие соревнования, на которых сочинцам предоставится возможность поболеть за своих, это чемпионат России по бобслею и скелетону. Рыгбисты же отправляются в Португалию. Матч на выезде «Медведи» проведут 19 марта.